Привет, дорогая семья! И сегодня я хочу поделиться с вами очень интересным свидетельством из моей жизни. Я поделился им на моём английском канале, и те, кто понимали оба языка, очень-очень попросили меня сделать это и в русской версии также. Конечно, я хочу это сделать, и это... Я думаю, эта история может поможет вам понять некоторые вещи насчёт Люцифера. То есть, эта встреча именно была с падшим ангелом, с Люцифером. И сегодня поделюсь некоторыми моментами. Может, вам как-то больше будет открыта и понятна эта личность, эта тёмная, ужасная, неприятная личность. Итак, немножко маленькая предыстория. У нас было пробуждение в 93-м году, и я уже об этом делился в многих проповедях, в многих моментах. Очень бегло, да? То есть, у нас много людей проходило через дом. Очень много были людей, Бог забирал на небеса. Они приходили, рассказывали уникальные истории. Исцеление явное, то есть, очень-очень серьёзное. Люди были при смерти, люди были исцелены сверхъестественно. То есть, очень многие встречи были у людей с Иисусом. Были очень уникальные моменты, где приходила мудрость. То есть, сверхъестественное благословение. Но эта история была интересна чем? У нас было очень много людей в доме, но много людей были, знаете, как младенцы. Некоторые не понимали вот, ну, такого изгнания. И у одной девушки было интересное, знаете, то есть, и демон проявился, и, естественно, её парализовало. И мы начали разговаривать с ней кто что, и мы поняли, что это там что-то посерьёзней. И мы взяли её нашей командой. Там было, наверное, человек, может быть, 4-5. Это наша основная команда, с которых началось пробуждение. Мы взяли её в отдельную комнату, и мы молились об изгнании демонов. И интересно, что во время нашего, во время нашей молитвы, и когда мы адресовали этого демона, когда мы обращались и узнавали открытые двери, почему, что произошло. То есть, чисто занимались таким, знаете, освобождением этой девушки. В этот момент открывается, надо мной открывается потолок. То есть, я абсолютно понимаю, что я в духе. Я тогда уже много раз в духе был, и многие вещи уже как бы начал понимать. И надо мной открывается потолок. И я вижу в полунаклоне на меня смотрит личность. В духе нет вопросов, дорогие. В духе ты абсолютно понимаешь, кто, что и где. А в полунаклоне, вот открытая крыша, и в полунаклоне стояла личность, и я абсолютно знал, что это Люцифер. Он был одет... Я опишу немножко его. Он был одет в очень уникальную, знаете, монашескую одежду. То есть, длинные рукава, длинные рукава. Большой капюшон. Не маленький капюшон, как носят, да, вот монахи, а именно такой большой капюшон до пояса. То есть, прям такой заметный капюшон. Он... Вся его ряса вот эта, она была... Я ног не видел. Я видел только кончики пальцев, которые... Он вот так руки держал. Я видел только кончики вот пальцев, да, которые выступали из-за... Из-за рукавов. И как он выглядел, и как он действовал, вот это было уникально. Вы знаете, многие люди рисуют его как что-то страшное. Я понимаю, они олицетворяют какое-то там ужасное существо. Люцифер выглядел довольно-таки красиво. Я был даже удивлен, насколько красиво выглядел этот мужчина. Он не был старше 30 лет. У него была короткая европейская стрижка. Он даже был похож на статую. Знаете, как вот в Риме вот стоят статуи мужчин, молодых парней, мужчин. Он примерно выглядел вот такого европейско-греческого... такое лицо. Очень красивое, очень симметричное, очень... Как объяснить такое? Знаете, очень такой приятный на вид, на вид человек. Но здесь сейчас не о виде пойдет речь, да, я именно немножко коснусь того, что происходило. И, короче, он стоит у него, капюшон внизу, я вижу вот у его руки, и он обращается ко мне... Он интересно обращается ко мне. Это без слов. Во время того, как мы молимся, я вижу всю мою команду, которая работает над этой девушкой. У меня открывается потолок, я вижу его в полунаклоне. Я вижу его стоящим во главе. Сзади него, в форме пирамиды, уходя... Сколько видели мои глаза? Это были демоны и бесы. Вот там, ребят, вот там, дорогая семья, там были любого извращения демоны. Я видел даже очень уникальных существ, какие даже тяжело описать. То есть это все были вот эти гады, вот эта нечисть, вот эта зараза. Вот примерно то, что Голливуд вот описывает, вот примерно сколько мог глаз видеть, они стояли за ним. Он стоял очень спокойно. Он стоял очень тихо. Он вел себя сзади него, они пытались за него, за его плечи, за его плечи хотели меня схватить. Но я чувствовал, что Бог охранял меня, и Люцифер не давал им. То есть им нельзя было прикоснуться ко мне. Он пришел со мной просто поговорить. И интересный момент был, он говорит, я знаю, кто ты, и я знаю, для чего он призвал тебя. Он никогда за время всего разговора нашего не назвал Иисус, или Бог, или Дух Святой. Он всегда обращался к нему как он, то есть просто как к какой-то персоне. Я знаю, кто ты, и я знаю, для чего он призвал тебя. И он пришел, в принципе, его приход был именно запугать меня. В тот момент, если кто знает мою историю, с детства и до вот этого момента, и даже позже, мне были открыты духовные глаза, и надо мной просто я мучился по ночам от издевательства демонов. Я еще был тогда неверующий, но я уже духовный мир ощущал и видел. Потом я у Бога спросил, что это, почему это. И он сказал, я хотел тебя познакомить в духовном мире и научить тебя без страха оперировать в духовном мире. То есть это истории отдельные, которые я, может, поделюсь с вами чуть попозже. Это совершенно другая часть моей жизни. Для чего Бог готовил, и что, как, вот эти вещи немножко попозже. Сегодня именно о Люцифере. И он говорит, я знаю, кто ты, я знаю, для чего ты рожден, я знаю, для чего он призвал тебя. Если ты не откажешься от своего призвания, и он говорит спокойно, тихо, сзади него там и рычат, и плюют, и там что только, и вот этот смрад. Знаешь, ты в духе, ты чувствуешь эту вонь, вот эту демоническую духовную вонь. Я не знаю, как я ее ощущал, но это было отвратительно. Оно и выглядело ужасно. И запах был абсолютно нечистый. И самое интересное, что они все хотели коснуться меня, но он не давал. И он говорит, если ты не остановишься, все, что ты видишь сзади меня, он говорит, я тебе обещаю. И он не двигается. То есть он спокойно говорит, я тебе обещаю, все они выйдут против тебя. Как он выглядел? Вот если вы видите примерно вот микрофон, вот эта матовая сфера, вот это покрытие микрофона, да? Вот он выглядел весь вот так. Его одежда, его ногти, его зрачки, его лицо, все его волосы. Ничего не могло отобразить свет. Вы знаете, тогда я, наверное, получил одно из самых уникальнейших откровений, что он был рожден, и я в духе это вижу, он был рожден отображать. То есть смотрите, чем он был рожден. Он был рожден отзеркаливать Бога. То есть я когда это увидел, семья, я не знаю, может кто-то сейчас откровение получит. Кем мы рождены быть, я именно там такую вещь получил. Меня просто, потом меня просто настолько Дух Святой уложил, и он говорит, ты должен выучить это. Вы знаете, он был рожден, и в духе я вижу, я считываю его прошлую функцию, его мантию. Он был рожден всем своим существом отражать Бога. Вот представьте, если сейчас меня... Знаете, почему он кувыркнулся, Люцифер? Ой, я сейчас вам кое-что скажу, ребят, приготовьтесь. Можешь себе представить, если сейчас меня создать полностью из зеркала? Можете представить? Все мои пальцы, все мое существо. Даже вот сейчас, если ты смотришь в зрачки человека, если приблизишь камеру, ты можешь в зрачках даже увидеть отражение человека, который как бы или фотографирует его, да, именно в зрачке. Я увидел на нем, я увидел его старую мантию семья. Эта мантия меня просто... Я был просто удивлен, я понял, к чему Бог готовит невесту. Потому что дьявол ненавидит ее, потому что мы будем в этой функции, которая будет отражать. Можете представить, на нем была одежда, или я даже не знаю, это мантия была такая, где он состоял абсолютно из отражающих веществ. То есть он был и как отражатель, он ничего не нес, то есть где бы он ни появлялся. То есть он был около Бога, и он был херувим, который отражал Бога. То есть везде, где он шел, все, которые касались его, все, которые видели Люцифера, они не видели Люцифера, они видели отражение всемогущего Бога в нем. Вот почему люди поклонились ему. Поймите функцию и ложь сатаны. В нем отражался Всевышний, и он позволил ему. Почему? Потому что даже в творении своем он усматривает несовершенство, а значит он поставил личность, которая может передавать полностью отражение Бога, но не его. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть когда ты смотришь на зеркало, я смотрю сейчас на зеркало, но оно отображает солнце. Но я смотрю не на солнце, я смотрю на отражение солнца. Но в то же самое время это точное солнце, это копия солнца. То есть это солнце и есть. И вот где дьявол покосился, семья. Вот это то, что меня просто... Он говорит, что он захотел стать Богом, потому что все на него... Смотрите, можешь себе представить? Ты создан, что все, когда смотрят на тебя, они моментально падают в поклонении. И вот здесь проблема в том, что у него сердце не смогло выдержать. Он захотел эту славу себе. Другими словами, он захотел ее не отзеркаливать. Поймите, о чем я говорю сейчас. Опять я говорю духовным языком. Кто понимает, понимает, не понимаешь. Может быть, чуть попозже будет открыто, да? Но это то, что я в духе видел. Для меня просто открылась эта картина. Опять же, я этого нигде не говорил. Я чувствую, в этом видео должен поделиться этими вещами. Потому что я чувствую, что сейчас поднимается невеста, поднимается функция, где мы с вами должны понять точно, кто мы и то, что мы делаем. Вот почему сейчас поднимаются движения, которые весь фокус на себя. Мне, мое, благослови меня, я Бог, я это, я то, я сё. Семья, будьте очень аккуратны. Мы с вами рождены репрезентировать Бога. Вот почему он Бог богов. Я никогда не понимал это имя. Я говорю, Господи, объясни мне, что такое Бог богов. И он говорит, когда ты смотришь на зеркало, ты видишь Бога. Другими словами, ты зеркало, ты Бог бога. Я верю, что вы сейчас понимаете, о чём я говорю. Это духовный момент, который я хотел с вами поделиться. То есть, Бог богов, это мы отражаем его. Вот почему, чем больше ты идёшь в Бога, тем больше ты в смирении заходишь в него, тем больше ты отображаешь его натуру. Что случилось с Люцифером? Он не захотел больше отображать Бога. Он не захотел больше ему отдавать славу. Поймите, он захотел зеркало это... То есть, он захотел его потушить, чтобы всё, что видели, когда видели Люцифера, это видели его. Это поклонялись ему. Он больше не захотел отражать. Он не захотел сиять. Он не захотел вот эту функцию исполнять того, кто около трона находится и отражает Бога. Я тогда в духе... Вы знаете, у тебя же миллион мыслей. Кто был в духе, вы знаете. У тебя поток информации идёт такой плотности, что потом тебе нужно ещё сесть и записывать всё. Я у Бога спрашиваю Господь, что это? Он говорит, это наказание из-за потери его функции. То есть, теперь он находится в состоянии, где он не может отразить ничего. Он настолько был мат... Как я говорю, вот это матовый, как вот этот микрофон. Как бы я сейчас не насветил свет на эту полость, она не способна отразить никакую грань и никакое отражение. То есть, это было наказание. Снятие с него мантии, которая отражала, осеняла, которая репрезентировала Бога, с него была эта мантия снята. Семья, послушайте внимательно. Бог сейчас готовит невесту, которую он оденет в эту мантию. Поймите, это мантия, которую я не знаю, как это объяснить. Опять, это духовный язык. Духовные поймут меня. Если вы понимаете, о чем я говорю, внутри вы знаете, что сейчас я говорю. Мы с вами будем одеты. Свадебное платье, семья. Когда мне Бог показал свадебное платье церкви, свадебное платье невесты, я был удивлен. Это было масса кристаллов и отражателей. Как бы ты ни смотрел на невесту, она была одета, все, что могло отражать. Оно не показывало ее, хотя ты видел славу невесты. Но слава Бога настолько отражала от одежды церкви, что все, кто видели невесту, видели в отражении Бога. То есть, если меня сейчас одеть во все отражающее, вы меня видеть не будете. Вы будете видеть только то, что отражает мое существо. То есть, если коротко, может быть, чуть попозже я немножко открою насчет невесты, насчет одежды, насчет этих вещей. Дай Бог времени, и, Боже мой, сколько всего сейчас событий очень быстро происходит. Но будьте, дорогие мои, очень аккуратны, потому что дьявол хочет сделать с церковью последнего времени именно это. Он хочет тебя поставить в фокус. А Бог хочет убрать тебя из фокуса и покрыть тебя собой. Поймите, что это и есть функция невесты репрезентировать своего царя. Все, во что она одета, репрезентирует царя. Все, что она имеет, это отражение царя. Другими словами, уже не я живу, помните? Но живет во мне Христос. Другими словами, постепенно мы снимаем с себя все, и мы переодеваемся в одежду славы. То есть это коротенькое откровение, семья. Дальше. Мы идем дальше. То есть это то, что мне было открыто насчет вот этого. Я у Бога. Знаете, в духе у тебя такой вопрос. Почему он весь матовый? Почему он весь вот такого цвета? Почему ничего? Как бы ты ни повернулся, он не отражает свет, он поглощает свет. То есть вот эта поверхность сейчас поглощает свет. И я говорю, Бог, что это? И он говорит, что это именно то, что, говорит, я снял с него мантию, которая отражала. То есть он больше не может ничего общего иметь со светом, любовью, славой и силой Бога. То есть абсолютно. То есть с него эта мантия снята. Выглядел он довольно-таки просто. Поймите, о чем я говорю. Когда Библия говорит, что все посмотрят на Люцифера, помните, откровение, и скажут, не этот ли, вот это он, вот это он наводил шухер на все человечество. Вот это он, потому что там ни величия, ни вида, то есть обыкновенный. То есть я был, он среднего роста, дорогие, он невысокий, он некороткий, он абсолютно нормальный человек среднего роста, среднего склада, физическое тело, да, как бы если можно назвать духовно-физическим. То есть вы понимаете, о чем я говорю. То есть он был абсолютно, ничего на нем не было того, что слишком бросалось в глаза или наоборот что-то было некрасивое. На нем были видны черты очень красивой личности в прошлом. Но, дорогие мои, когда ты смотришь на него, ну что вокруг него было, вы не представляете атмосферу. Я попытаюсь немножко объяснить, в какую атмосферу я погрузился. То есть когда он пришел, пришла проекция всего ада, пришла проекция именно Люцифера. Вы знаете, да, вы были когда-нибудь попали в ситуации, где какой-то очень злой человек, злой-злой человек, вот вы попали в ситуацию, где человек разъяренный до нереальности. То есть вы видите на нем абсолютный сгусток зла, ненависти, а абсолютного, то есть полностью вот такая вот личность. Только ты это не видишь, вот ты на этой личности, да, например, если вы были когда-то в каких-то там заварушках или видели где-то, то есть ты это не видишь на нем, ты это от него чувствуешь. То есть на тебя настолько сходит страх, который невозможно, страх, который можно почувствовать. То есть он какой-то был физически, эта личность проектирует настолько нереальный ужас и страх, на нем нет ничего хорошего, в нем нет ничего доброго. Абсолютное, чистое, ужасное зло, скопленное, собранное в одну личность. То есть он не запугивал меня словами, он со мной даже разговаривал довольно-таки тактично. Но проекция, которая была на нем, это нереально. То есть я стоял, и страх был. У вас был когда-то такой страх? Страх настолько сильный, настолько тяжелый, что ты вдохнуть не можешь. И я стою, молитва проходит, я все это вижу, я... То есть и он мне все это говорит, и я еле-еле надываю, из-за давления ада, давления смерти, давления страха, я ощущаю вот это вот в легкие, я не могу даже вдохнуть полной грудью. И мне... Я аж вспомнил, вы... У вас был момент, если у кого-то был этот момент, вы поймете, о чем я сейчас говорю. У вас был момент, когда к вам приходили демоны по ночам и душили вас. То есть вспомните вот тот страх. Вспомните вот тот страх, который ты... Ты как бы не проснулся, но ты еще не заснул. Но ты в таком в полудреме. И вот здесь на тебя набрасываются демоны, и ты их... Некоторые их ощущают, некоторые их начинают видеть. То есть у меня в детстве, до моей, я так скажу, молодости, вот именно было, я видел демонов, я ощущал их, они душили меня, они царапали меня, они резали меня, кололи меня. То есть я это все ощущал. То есть если кто-то из вас помнит вот этот ужас, который сопровождает вот это удушение тебя демоном, только представь, это бесы. А там стоял сам царь зла и царь всего страха. То есть страх был, я опять же говорю, страх был такой уникальный, я его не переживал. Никакой человек не обладает уровнем страха и ужаса, который носит Люцифер на себе. То есть я ощутил, и опять же говорю, я ощутил его как физическую материю. Вот если я сейчас тебя накрою одеялом, вот просто кину на тебя одеяло, вот примерно вот так. Люцифер, когда зашел, я был накрыт одеялом страха и ужаса, террора. Я даже могу назвать это террор. То есть на земле, сразу говорю, семья, на земле этого страха ни один человек, никакая личность не может на тебя навести этот уровень страха. Это что-то нереальное. Я понимаю, почему в аду люди мучаются и будут мучаться, да? Вот в этом ужасном, страшнючем терроре у тебя нет выхода. Ты пойман в эти вещи. Я абсолютно понял, я все это ощутил на себе, я абсолютно это услышал и пережил. Опять же, не надо слов. Там все было понятно и ясно. И он, интересный еще момент, когда я с ним разговаривал, и он такой, он как будто не замечает. То есть там происходит освобождение, он как будто не замечает. И он мне говорит, если ты не откажешься, все, что ты видишь сзади меня, выйдет против тебя одного. Говорит, я позабочусь, чтобы твоя жизнь превратилась в кромешный ад. То есть, и он стоит, мне обещает вот эти вещи, он еще многие разные вещи говорил, но все, именно запугивая, чтобы я не вошел в призвание Бога. И он такой, о! И так интересно, он еще так обратил на нее внимание. Уникальная личность, у него было минимальное движение, минимальные жесты. Он настолько был медлен, спокоен, меня даже это удивило, насколько была спокойна эта личность. То есть, и он, знаете, вот у него так руки с рукавов выглядывают, и он такой говорит, о! Вы ее хотите? И он вот так пальцем, вот так просто сделал, с под рукавов, да, вот этой рясы своей, он вот так пальцем сделал, и демон с криком вылетел из этой девушки, просто! И все! И она абсолютно лежала свободная, и она плакала, и они там молились за ее, как бы, ну, восстановление, исцеление. А в этот момент я наблюдаю. Он говорит, о! Вы ее хотите? И он так пальцем, чуть-чуть пальцем вот так сделал, и демон вылетел. Не просто вышел, мучился, просто как будто его выдуло оттуда за долю секунды. И он такой говорит, забирайте. Говорит, вы ее хотите? И он так сделал, говорит, забирайте. И все! И в этот момент с нее вышел демон, и за нее молились. И он, после того, как вот этот жест сделал, закрывается потолок, то есть, как бы, закрывается потолок, и я опять ощущаю себя в своем собственном теле. Я говорю, господи, знаете, у кого были духовные переживания, у тебя первая мысль, а может, это я все придумал? Знаете, как бы, у тебя есть такое все придумал? И я поворачиваюсь, и на меня смотрит моя сестра. Моя сестра, Татьяна. Я говорю, ты это видел? Она говорит, я все видела. Другими словами, Бог специально допустил ей наблюдать за этим процессом, который у меня был разговор с Люцифером, и потом подтвердил через мою сестру. Она не была вовлечена в разговоре, она просто стояла в группе, которые молились за людей. И у нее вот такие глаза, она говорит, я все видела. Я говорю, ты видела это? Она говорит, я все видел. Я абсолютно все видела, что сейчас происходило. То есть, дорогие, вот этот момент, я верю, что это немножко вам даст понимание Люцифера, его функции, его ужаса, то есть того, опять же, поймите, я хочу сейчас немножко успокоить людей, не дай Бог ты напугаешься. Поймите, сатана имеет власть только над теми, кто является частью его мира. Что значит являться частью его мира? Это люди, которые живут в тайных нераскаянных грехах. Это люди, которые заигруют с тьмой. Это люди, которые не имеют чести и совести перед своим живым Богом. Мы все ошибаемся, мы все падаем. Нам дана кровь, но кровь, кровь работает только после ее употребления. Это значит, что ты не припрощен, поймите, это значит, что ты двигаешься и просишь Бога покрыть. Если ты что-то сделал, ты попросишь его покрыть. И он, будучи написан верен и праведен, простит нам грехи наши. И Библия говорит, у нас есть ходатай, он простит нам. Не простил нам, поймите, а простит. Это в процессе. То есть, поэтому, не бойся никогда Люцифера, не бойся никогда этих демонов. Понятно, есть вещи, которые он пообещал, я их видел. То есть, я видел на меня брошенные вот эти, я не буду говорить, наверное, наверное, отдельная тема, но я скажу, но я скажу, что были моменты, которые он мне пообещал, они исполнились. То есть, были предательства уровня такого, что ты вставать не хочешь, были атаки на мою жизнь духовные, такие, что ты не мог встать с кровати. То есть, я абсолютно понимал, я прям слышал голос Люцифера, и он говорит, я обещал, я исполню это обещание, у меня это было. Но в то же самое время Дух Святой, а, Дух Святой, я так люблю Дух Святой, дорогие, просто прославьте Дух Святой, прямо сейчас, просто скажите ему спасибо. И Дух Святой всегда рядом со мной. Спасибо тебе, Дух Святой. Извиняюсь. Он всегда рядышком, и он говорит, не бойся, говорит, я с тобой, ты сделаешь это. Я родил тебя, чтобы ты коснулся этих людей. Тебя будут ненавидеть, тебя будут проклинать. Тебя собственные люди, которых ты коснулся их, и отдал им часть своей жизни, они выйдут против тебя. И Дух Святой мне все это сказал, дорогие, ну поймите, но Дух Святой сказал мне одну вещь. Он говорит, сынок, пойми одну вещь, в конце всего ты будешь удивлен, и ты, когда все взвесишь, ты поймешь, что это стоило того. Дорогие, наша жизнь, чистая, посвященная, настоящая, абсолютно проданная Иисусу Христу, стоит того. И сразу предупреждаю, дорогие, предупреждаю вас, дорогие, из любви, от сердца, как просто, как ваш, как ваш брат во Христе, не заигрывайте с миром, не заигрывайте с грехом, не заигрывайте с этой нечистью, потому что ты даешь прямой, абсолютный, прямой доступ силам тьмы в твой дом, в твое сердце, в твой разум. Семья, сейчас время очистить свою жизнь, сейчас время стать в позицию, в которой церковь должна стать, сейчас не время больше играть, семья, сейчас время жатве, тьма сейчас просто сходит с ума, дьявол просто бесится сейчас, почему, потому что невеста поднимается, семья, невеста поднимается, и не переживайте, я книжку в конце посмотрел, знаете, где в конце, где все ответы, мы победили, семья, мы победили, я надеюсь, это коснулось вашего сердца, мы будем продолжать, также говорю, дорогие, не забудьте, подпишитесь на этот канал, этот русский канал, который я создал именно для моей русскоговорящей духовной семьи, и мы здесь будем с вами встречаться, поэтому не пропускайте, обязательно подпишитесь на этот канал, благословения, дорогие, люблю вас, увидимся с вами в следующий раз, с Богом, пока. Субтитры создавал DimaTorzok